В этом эпизоде Inscription вы узнаете, как Юджин наладил ежедневное производство роликов. Сим Хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем играть с вами в самую замороченную карточную игру в мире под названием Inscription. Так, в прошлый раз мы нажали начать новую игру и начали что-то там заново, все сохранялки удалились, поэтому жмем продолжить. Потому что у нас там уже мы склеп одолели и мы вернулись в хижину лесника, не лесника, а лешего. И там уже есть какие-то прогрессы у нас даже. Да, 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 мы здесь, хорошо. Я принимаю фойловые карты, но предпочитаю отстань. Так, а мы уже все накупили здесь, да. Сейчас то, что нам нужно сделать, это подойти к охотнику, по-моему, нет, к старателю. Да, мы же нашли его собаку. Мотыга у меня в рот, вот ты где чертяка. Можешь пройти к пруду, что позади меня. Но черт тебя дери, сперва нам надо сразиться. Окей. Интересно, а вот игра теперь все время будет вот такого вида? Потому что я что-то скучаю по зрелищности. Хотя вот я особо никогда не заморачивался насчет графики. Не заморачивался. Но сейчас почему-то хочется вернуть старую игру. Да ладно, нормально, все равно. Итак, против нас белка. А в чем прикол? И при этом саммита мы ничего не можем сделать. Хорошо, давайте сделаем хоп. Гончая. Белка? Зачем он белку сделал? Не понимаю. Что за прикол такой? Ух, ураюли. Вот это. Но мы можем... В принципе, все, что мы можем, это вот это поставить сюда. Бьем и принимаем. А, мы примем на себя. Черт. Плохо. Хотя, погодите, мы... Не все так плохо, как нам кажется. Мы можем поставить сейчас опоссума, и он будет нырять. А мы по два урона будем получать с вами. Хорошо, давайте вот так сделаем. Попробуем, может быть, мы переживем эту атаку. Раз. Уснул. Не, мы еще два можем сделать. Нам надо перевес срочно делать, перевес. У нас одна кость. Нет, это не так прикольно, как я думал. Единственное, что мы можем получить кость. Сейчас, погодите. А мы можем ее принести в жертву, эту карту? Коча срывается с места. Мы можем ее принести, кстати, в жертву. Погодите. Мы можем принести в жертву и это, и это. И сейчас сразу грохнуть гончую. Давайте так сделаем. Раз. Ставим. Все, мы ее затащили. Есть. Кого он против нас выставит? Волка. Это волк, который вырастет. Что это? Корабль, дающий. Ага, корабль, дающий скелетов. Давайте поставим вот эту штуку сюда. Олени можно принести? Можно, кстати, принести в жертву. Давайте так сделаем. А, нет, нельзя. Ладно. Тогда у нас есть защита против волка. Кстати, сейчас Олень в эту сторону-то придет. Что это? А, Банш атакует противника напрямую. Ага, все, отлично. Раз, раз. Кажется, все. Так, он выставил против нас какого-то койота, да? Нет, это, да, это койот. Что это? Всадник без головы. 13 нужно. Блин, 5 и 5, какой клевый. 13 костей надо, у нас нет столько. Давайте вот так сделаем. Хорошо, надеюсь, он выживет, но нет. Он не выживет. Ну ладно. А, он выживет. Хорошо. И даже сейчас улучшится. Хоп. Ну, теперь можно бить как следует. Давай, бам. Долго мы еще будем с тобой сражаться? Мы выиграли, наконец-таки. Все по чесноку. Ты порвал меня как тузик грелку. Возьми вот на халяву. Бытует мнение, что эти карты ценнее золото. Что это у нас? О, пугомолов. И кошка есть. Нам надо добавить их в колоды обязательно. Проходим. Так, это что такое? Это рыба. Это что это значит? Какое-то подношение? Это можно как подношение использовать? Итак, повесить фотографию наживки на крючок. Повесить. Оп. Сфоткали. Это значит, что мы можем использовать теперь эту фотку, чтобы через рыбака пройти. Стоп, а старайтесь что-нибудь скажут еще новенькое? Путь к пруду открыт. Спасибо. Ничего интересного. Привет. Поговорим с тобой? Рыбка, свежая рыбка. Хорошо. Но нужно меня побить. Он сказал это не так эпично, как я это озвучивал. Там должен был побить. Как они обычно любят. Смотри, какая-то рыба, бьющая в два. И она будет еще в сторону постоянно перемещаться. Так, мы ее, к сожалению, не сможем убить. Не сможем. Очень плохо. У нас одни костяные твари сейчас. Итак. Давайте поставим вот сюда для защиты. Пока что так. Хорошо. Получили одну кость. Следующее, что мы можем сделать, это поставить вот сюда. Сюда. Ну да. По-другому мы пока не можем ничего сделать. Хорошо. Есть. И он сломался. Тут появляется скелет, да? Да, появляется скелет. Хорошо. Он ныряет. Кошка! Что мы можем с кошкой сделать? Ничего на самом деле не можем сделать. Хорошо. Это будет также нашей защитой. Мы ставим сюда. Пока кошку не трогаем. Хорошо. Мы идем на перевес на самом деле. Сейчас победим, возможно, даже. Блин, еще одну рыбу он. Следующее что? Ага. Значит, он сейчас ударит и отойдет в сторону. Рыба сможет бить. Поэтому оставим здесь. В принципе, это все, что мы можем сейчас. Хоп-хоп. Да. Рыба все равно ударит нас. Четыре! Ой, как сразу он восстановил свое преимущество. Ну, не преимущество, конечно, у нас равновесие. Олень. Олень. Его бы очень хорошо поиметь. Так. Мы можем поставить только пожертвовав ботом. Эх, этого мало. Ладно. Стерпим. Может, сейчас что-нибудь еще интересно появится у нас. Какого фига? Еще и летун. Блин. Пожалуйста, ну дай мне что-нибудь. Белка. Белка. Вообще не то, что мне нужно. Ладно, придется ее на оборону ставить. Походу, я проиграл сейчас. Кошку мы только можем на белку поменять. И все. Да уж. Не лучшая комбинация. Хорошо, пробуем. Что сейчас будет? Не знаю. Кажется, я просрал. Ну что-нибудь дайте мне, волк. Волк, которого мы не можем поставить. Хорошо, мы можем сделать только... А, погодите, только мы вот это можем сделать. Как же плохо, что мы не можем поставить... Так, мы можем пожертвовать кошкой. Но он сейчас в сторону уйдет и сделает нам одного скелета. Хотя бы. Да. Это хоть как-то нас немножечко оживит, но мы сдохли, короче. Мы просрали. Да. Пипец. Спасибо за рыбку, но не пройдешь, пока не побьешь. Он очень хочет, чтобы я его побил. Что поделать? А, уроборос еще можно взять. Я немножко перетасовал колоду. Мне кажется, это будет более выигрышная комбинация сейчас. Благо, здесь не приходится начинать с самого начала, когда ты проиграл. Нужны карты 20. А, 20 штук ему нужно. Блин. Хорошо, давайте еще оленя вот такого. Вот эту рыбу. Итого у меня 19. Хорошо. И вот, гадюка, 20. Этого тебе достаточно будет? Колода хорошая, сражаемся сейчас. Смотрите, а это что-то новенькое. Или это было? Я не заметил просто. Хорошо. Отлично, мы можем сыграть белкой. Давайте вот так сделаем. Сейчас мы сюда поставим. Сюда. Здесь мы защитим. Даже вот так. Хоп. Мы не можем пока сделать? А, нам нужно две, чтобы усилить. Ну, в целом, ладно, ничего страшного. Зато защитим сейчас. Получаем скелеты. И оленек сейчас переворачивается. Становится сильным. О, блин, одни оленя. Твою мать. Ну, в целом, мы будем сейчас равновесие устанавливать. И защищаться, кстати. Дайте уже что-нибудь классное. Волчонок, который вырастет, но... Че? Я выиграл. Я выиграл. Одним оленем затащил. Побьешь, пройдешь. Сначала бери. Три гризли. Че? А, нет, это один гризли. Все, еще одна кошка есть. Хорошо. Карта добавлена в коллекцию. Теперь мы можем пройти. Воу. Кролик. Мы можем его сфоткать. Смотрите, капкан. Ага, я тебя понял. Нам нужно капкан поставить под кролика. Блин, а че он начинает? Че ты начинаешь, ты, кролик? Ладно. Я так подозреваю, что он сейчас пойдет обратно вот сюда. Хорошо. Он будет пытаться меня обмануть. Открывается сундук. Вы дотрагиваетесь до засохших пятен крови. Но внутри было два набора карты. Это прекрасно. Хорошо. Неплохо. Следующее. Какая штука. Сломанный обол. Когда сломанный обол получает урон, обидчику возвращается одна единица урона. Все понятно. Я помню, что нужно сделать. Наверное. Давай, 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 давай. Тупой кролик. Хорошо. Взял фотку кролика. А для чего мне это? Я, честно, не помню, для чего кролик. Так, так, давай поговорим с этим чуваком еще раз. Я продолжать работать. Найти лешему рыбу. Короче, они у него прислужники. Пообщаемся с ним? Как я вижу, у тебя есть фото пушнины. Лавочница в соседней комнате захочет на нее взглянуть. Вот. Мы продвигаемся куда-то. Ты принес шкурку? Я довольна. Мне снова понадобится шкуросъемный нож. Пора поставить новый капкан. Я чую на тебе кровь зайца. Капкан. Мне дали капкан. Мне надо сразиться с ней. Это она и есть капкан. Вот роющий капкан. Нельзя пожертвовать. Когда противник целится в пустую ячейку, роющий капкан перемещается и принимает удар на себя. Когда роющий капкан погибается, что напротив также умирает, а вы получаете пушнину. Да, это все тот же самый капкан. И жаба. Как у меня прямо. Клубок из белок не могу использовать. Я могу только использовать. Хорошо, его не трогаем, но он будет перемещаться. У нас нет выбора, кроме как жертвовать им. Хорошо, ставим сюда, ставим сюда. Будем ус... Погодите. В конце хода владельца клубок из белок перемещается в сторону. Делает белку. Погодите, это крутая штука на самом деле. Давайте попробуем. Все, у нас есть белка. Есть. Давайте усиливаем. Груда костей становится сильнее. Прекрасные. Прекрасная груда костей. А, черт. Окей. Получается еще одна белка. О, нет, он слил. Значит, мы можем поставить вот сюда и вот сюда. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Я думаю, нам... У вас недостаточно крови... Как это? Блин! Эта штука не кровь вовсе. Типа нельзя пожертвовать ботом. Ладно. Обидно. Как же хочется! Давайте еще больше усилим, наверное. Ладно, давайте вот так сделаем сейчас. Значит, он сейчас, кажется... Нет, он еще не побьет пока капкан. Но мы можем уже убить вот эту вот лягушку. Еще одна лягушка. Вы что, охренели что ли? Кощка. Куда идти-то? Давайте усиливаем еще больше. Есть. Сдохла. Но... Она тоже сдохнет, к сожалению. Ой, как плохо! Я подыхать. Моя подыхать! И даже не знаю, что делать. И даже не знаю, что делать. Все так плохо выглядит. Очень печально. Я сейчас нанесу урон. Один всего. А он мне нанесет три. Но он может мне нанесить два. Так я хотя бы, может быть, уравняю немножечко. Давайте попробуем поставить сюда. Погодите. Раз. И он нанесет три. Раз, два, три. А, ну и я подыхаю. Да. Блин! Подойди ближе. Из тебя получится неплохая шкурка. Давайте попробуем посмотреть, какая у нас комбинация сейчас. У нас шахтер, автоматон. Вот этого можно еще взять. И давайте груду костей возьмем. Точнее, расхитителя гробниц. Остальных вот этих, блин. Наверное, тоже на всякий случай можно взять. Вот. Вот такого возьмем. Что ж, давайте пробовать новые колоды карт. Итак. Кошка, которая всегда богомол. Знаете, что я сделаю? Давайте поставим кошку. И бога богомолу. Прекрасно. Три сразу. Что это? Кости. Говна кусок. Кусок. Ну, мы ничего не можем сделать. Нам нужно три кости. Раз, два, три. Как же... Как же голема? Отлично! Значит, мы сейчас убьем койота. Мочить. Прекрасный бот. Умница. Раз, два, три. Жаба подохла. Блин, койот вместо нее стал. Смотрите. Это ж прекрасно. На оборону. Бьем. Все! Есть! Бога богомолов не лишились. Вот это класс! Все, я выиграл. А еще ставим вот этого. А, все! Ему хана. И бога богомолов хана. Значит, мы можем поставить... Погодите. Нет. Мы можем его усилить. Да? Он становится сильнее. И что мы получаем? Раз, два. Но нам бы олененка поставить вот сюда, на защиту. Оп. Вот. Есть! Победа! Капкан захлопнулся, а вот добыча улизнула. Охотник выскивает новую жертву. Ты одолел всех троих. Леший ждет тебя. Колода карт новая. Идем к Лешему. Итак, у нас есть крот и всякая прикольная ерунда. Скорее. Ну что, Леший? Кстати, здесь он гораздо криповее, чем в начале игры. Ты пересилил взбалмошного старателя, бестолкового рыболова, загадочного охотника. Теперь перед тобой небывалый противник. Леший переписчик зверей. Ты намереваешься занять место поз? Отлично. Но для этого придется сначала одолеть меня. Приготовься, ибо мои звери не будут тебя жалеть. Только жевать. Опа, он сразу меня сфоткал. Не жалей своих существ. Моему фотоаппарату не терпится запечатлеть их перед кончиной. Да, и мои звери изголодались. А у нас здесь будет такая же система, как в начале. Смотрите, это горност... Горностай, нет! Итак. Значит, ставим белку. Сюда. Нам нужно избавляться от койота. Вот так вот. И сейчас как раз таки олененок у нас будет сильный. Так что мы идем наперевес сразу. Окей, олень становится сильным. Прекрасно. Значит, мы можем ставить вот его. Можем ставить вот его. Сразу будет... Раз, два, три урона. Мне нужно сфотографировать цену. Опа. Что это значит? Какой ты урод, а, олень? Как уж ты ублюдишь. Значит, мы можем поставить вот сюда. Он сейчас ударит и переместится. Поэтому ставим сюда. Раз, два, три. А, ну этот переместится. Ну какая разница? Кто-то переместится. Секундочку, пока эта карта не исчезла. Мне нужно знать параметры. А вместо нее-то скелет появляется. И напоследок символы. Он сейчас изготовит из моих карт тебе. Сойдет. Мертвые существа из твоей колоды складываются в прекрасную мозаику. Ура, Юли. Мы не можем его, к сожалению, использовать. Так, это неожиданный поворот. Не ожидал я это совсем. Да, но мы, кстати, по-моему-то... Нет, мы еще не выиграли. Окей. Ура, Борос. Не можем. Мы ничего не можем, блин. А что это такое? Что это за существо? Это крот? Это одни кроты остались. Окей. У нас есть вот это вот. Принесем Ура, Бороса. Точнее, для Ура, Бороса. В жертву возьмем вот это. Сразу три он будет наносить. Хоп, сдохло. Ну, ладно. Бьем. Нет, олень! Вот с этим очень плохо. Ладно, ничего. Он сейчас будет два. О, нет, только не койот. Хорошо. Вот у нас есть защита. Давай, Ура, Борос! Прекрасно. Что это? Скелет, который можно поставить вот сюда. Итак, умирает его, возвращает к жизни, чтобы тут же убить. Что это значит? Непонятно. Ладно, давайте посмотрим, что это будет. Как это будет выглядеть. Мы победили! Тебе они не понадобятся. У меня есть кое-что получше. Тебе они должны понравиться. Я их сам сшивал, но все карты предоставил ты. А теперь мы их проверим. Мои звери привыкли к изнообразному питанию. Ах, что это? Бездомный крот? Огромный гризли? Как мне с этим сражаться? Мне бы ура, Бороса, вот сюда! Что если мы... Мы можем его в жертву принести? А что если мы можем его в жертву принести и поставить вот сюда? Офигушки. Мы не можем это сделать. Ну, хорошо. Тогда сюда ставим. Вот как-то так. Окей. Смотрите, вот что произошло. Олим перемещается на другую ячейку. Мне добавились просто... Погодите. В чем прикол этих... Амальгама? В конце хода владельца амальгама перемещается в сторону изображения символа. Больше она ничего не делает. Хорошо. Итак. Бездомный крот закрывает... Зарывается в землю и переезжается сюда. Он подыхает. Чертов медведь. Чертов эта штука! Нет. Бог богомолов. Ставим вместо. Вот сюда. Сюда ставим скелета. И сюда придется поставить. Все, атакуем. Раз. Прекрасная комбинация. Черт. Только вот теперь он внезапно бьет. Так, смотрите, что мы можем делать. Мы можем усилить. Ставим. Раз. Два. И еще раз. Прекрасно. Сейчас медведь сдохнет. Мы сейчас убьем его. Есть! Да! Еще один медведь. Да вы что? Стивайтесь что ли? Ладно, я выиграл, конечно. Я победил. Итого мы получили с вами еще шесть фойловых карт. Великий переписчик был немыслимо обхитрен. Где-то вдали яркий луч осветил давно забытый памятник. Отлично! Ты победил. Едва тебя не растерзав, переписчик зверей проиграл. Поверить не могу, что ты сумел меня одолеть. Но теперь я должен уступить. Я жалею лишь о том, что мы не смогли растянуть сражение. Покорять вершину приятнее, когда путь к ней тернист. Правильно, правильно говорит. Очень мудрый, леший. Вы получили звериный набор карт. Итак, у нас здесь крот. Бездомный крот. Почему-то бездомный крот гораздо жирнее, чем обычный крот. Олененок и всякая фигня. Круто! И еще один набор. Гадюка и так далее и тому подобное. О, там был какой-то интересный символ. Постой. Что это? Это о чем? Я должен был взглянуть на твою физиономию. После проигрыша. Какой же ты лошара. Неудивительно, что мы снова здесь. Мы бы вернулись еще раньше, если бы дискета не потерялась. Внимательно посмотри на это лицо. Больше не увидишь. Горностай. Фосс. Это горностай. Я устал быть твоим питомцем. Слышишь, вонючее животное? Горностай прям прошелся по нему сейчас. Возможно, я в тот раз погорячился. Как же мне им доказать, что быть зверем это благородный выбор? Даже мелким горностаем. Мы можем идти. Итак, есть какая-то интересная колода, которую я только что увидел. Вот это. Что это значит? Сторожевой дрон. Сторожевой дрон наносит один... Одну единицу урона существу, занявшему ячейку напротив. Интересная, кстати, штука. Надо в колоду добавить. Так, мы можем что-то поднести сейчас тому существу, которое находится внутри саркофага? У тебя нет подношений? Хорошо, подношения нету. Это потом. Давайте пообщаемся с жуком-вонючкой. Она же должна узнать тебя о поражении лешего. Ступай! Мне нужно собраться с мыслями. Окей, хорошо. Нет ничего интересного. Однако, скорее всего, вот здесь нет. Готя, тебя тут что есть? Ух ты! Ух ты! Во-первых, есть клевер. Забрать. Вы срываете. Это же прекрасно, что у нас есть клевер теперь. Итак. Лосось. Амфибия. Окей, хорошо. Забираем. Карта добавлена в коллекцию. Прекрасно. Что это такое? Без понятия. Иногда я ловить отсюда. Искать хорошие рыбки. Испорченные рыбки. Старые рыбки. А ты что здесь делаешь? Уф. Ты, наверное, заметил, что мост починен? Нет, еще не замечал. Теперь они хотят, чтобы я дала тебе советы по колоде. Ну, типа, использую редкие карты. Они гораздо сильнее обычных. Но, разумеется, эти переписчики мне порядком надоели. Один безум, не другого. Без шуток. А что мне делать с этим платом? Видимо, ничего. Знаете, что клево? Мы же переме... Погодите. Давайте посмотрим здесь. Мы перемещаемся на новую локацию. Здесь мы ничего не можем сделать. Ничего не можем сделать. Куда идем? Давайте вот сюда пойдем. Как здесь все прикольно. Такое ощущение, как будто я в Undertale играю. Итак, Фост. Хочешь бросить мне вызов? Давай-ка сначала на колоду твою взглянем. Блин, я же всех вас спасал. Хотя нет, приносил ее в жертву. Игрался ими. А карты-то слабенькие. Абсолютное отсутствие синергии. Этот хлам не способен мне противостоять. Слушай, я тут пытаюсь составить реестр всех проводников. Но эти боты на производственной линии никуда не годятся. Заставь моих рабочих изготовить что-нибудь качественное. Если надо, пусть хоть сами на конвейер бросятся. И попрошу тебя обзавестить к тому времени приличными картами. Окей. Ему не нравятся мои карты? Погодите, мне что? Вы копошитесь в груди старых карт и находите один набор. Как понять, какая из этих карт редкая? Азарт-бот. Используйте при нажатии. Отдайте одну единицу энергии. И азарт-бот случайным образом получит от 1 до 6 единиц силы. Вот это какая-то прекрасная. А это что? Проводник силы. Когда он замыкает электрическую цепь, другие существа внутри нее получают одну единицу силы. Типа, когда все вокруг состоят из роботов. Слушайте, это крутые карты. И миссис Бомба, когда она появляется на доске, все пустые ячейки заполняются бомбоботами. А бомбоботы что делают? Погодите, погодите, погодите. Мне это нравится. Вот это мы должны обязательно добавить. Вот этого мы добавим. И вот этого добавим. Что это? О, это, кстати, загадка. Как мы любим. Нам нужно 5 также навести. Значит, смотрим. Не одного. Давайте вот так уберем. Здесь сделаем 2. И там, подожди. А это что значит? Во все стороны будет бить? Убираем. И 3. Не знаю, что означает вот этот знак. Что-то он должен означать. Смотрим. 1. А если вот так? Какая странная штука. Ага, смотрим. Вот так. 5. Прекрасно, победил. Нашел набор карт. Еще больше азарта. Хорошо, забираем. И еще один набор карт. Азарт-бот. И какой-то фотошпион. Он наносит обид урон. Когда наносит обидчику урон, тот сразу погибает. И еще занявшему ячейку дополнительный урон наносит. Прекрасно. Здесь. Окей, смотрим. Вот это хорошо. Сразу 2. Это какая-то, не знаю, странная штука. Окей, а вот это? А что это значит? 1. А вот так вот? 1. А если вот так? 4. 5. Я, на самом деле, на обум жму. То есть, иногда я что-то понимаю, но мне что-то лень считать, что я. Итак, какие-то прекрасные карты. Мне нравится. И еще один набор. Вот это, это что-то интересное. Мясо-бот. Он может принести в жертву. Вы получаете 3 капли крови. Прекрасно. А это? Это же надо обязательно добавить. Срочно. Мясо-бот. Я ищу мясо. Погодите. Используется при нажатии. Отдайте 1 единицу энергии и нанесите 1 единицу урона. Надо взять в колоду. И вот только что был мясо-бот. Клика фараона. Приносится в жертву. Вы получаете 3 капли крови. Это как коза, по сути. Давайте ее возьмем тоже. Окей. Пойдемте вот сюда. Здрасте. Что это у нас такое? Вот бот стоит. С ним нужно будет сразиться. Опа. Смотрите, новое что-то. Раз. Нам не хватает еще какой-то какого-то элемента в цепи. А, вот все. Победили. Это что означает? Это что значит? Мы, кстати, не можем сюда попасть, потому что... Вот проблема. А, нам надо соединить все эти элементы. Нам нужно сейчас 2 из 6. А нам нужно... Вот так и вот так. 3. Вот это очень простая загадка. Это самая простая загадка в мире. Все. Здесь что-то еще можно сделать. Так, мы получили набор карт. Здорово. И здесь. Волшебный рыцарь. Это все с волшебниками связано. У нас этого нету пока. Давайте пообщаемся. Ты что тут халтуришь? Что я задолбал? Что тебе нужно? Разве ты не видишь, что я очень занята? Что? Пост недоволен моей работой? Но я всего лишь инспектор. Чтобы улучшить ботов на линии, мне придется... Так кто ты вообще такой? Почему ты выполняешь приказы Пост? Пост доверяет лишь тем, кто хоть что-то понимает в карточных играх. Это не я. Я очень занята. Но я должна знать, насколько ты компетентен. Пойт. Смотришь у него. Они все без атаки. Но когда он замыкает цепь, все получают по одной единице. А вот это... Проводник может замкнуть электрическую цепь. Нам нужно сражаться с ними. И так. И так, и так, и так. Хорошо. Мы поставим сюда. Возьмем его. Ставим. Потом поставим вот его. Это все. Оп! Нанес. Видите, смотрите, он замкнул цепь. Этот получает урон. Я получаю урон, точнее. А вот что мы можем сделать сейчас. Во-первых, мы можем поставить... Вот сюда. Банши. И вот сюда. И потом мы можем отдать ему одну единицу. Нет, он умрет. Прекрасно это я придумал. Зачем я его поставил сюда? Ладно. И так. Ладно, ничего страшного. Время убивать. Давай же, Банша. А она не может бить-то. Она же не может бить. Она бьет сразу моего оппонента. Блин. Ладно, хорошо. Мы разорвали цепь. Ну, цепь снова, блин, появилась. Бог богомолов. Значит, убьет, убьет, убьет. Хорошо. Прекрасный бог богомолов. Сюда ставим. Раз, два и три. Все, цепь разомкнулась. Теперь они не могут даже атаковать нас. Белка. Беспонд. Ну, хорошо. Кажется, мы победили. Олень. С оленем мы просто быстрее победим. Ставим сюда. Хоп-хоп. Так, излишний урон. Еще нам у нас одна фойловая карта появилась. Отлично, прекрасно, победил Евгений. Умница. Ну и ну. Похоже, ты не врал про приказ, пост. Как я уже говорил, я всего-навсего инспектор. Не инженер. Не проектировщица. Я не могу отправить новых ботов. Но я могу отправить себя. Я горжусь своей верной службой. Рада встречи, незнакомец. Окей. Смотрите, а это что такое? Что-то светящееся. Мы можем что-то с конвейера остырить? Не можем. Но мы можем пойти выше. Воу. Хорошо. Это какой-то прям стрёмный. С огнем что-то связано. Ага. Смотрите, это дает минус. Нам нужно четыре. Вот так. Все. А, ну надо еще вот это использовать. Прекрасно. Легко. Здесь нужно пять. А у нас... А это что такое? Даже не знаю, что это значит. Ставим сюда. Ставим сюда. Ставим сюда. Три получаем. Нет, что-то не так. Четыре. Семь. Минус один. И что? А, блин. Попробуй вот так. Минус один. Четыре. А если минус сюда? Три. А если вот сюда? Два. Три. Четыре. Блин, вот здесь я не понимаю немножко. Давайте уберем все заново. Теперь попробуем все-таки подумать. Когда мы ставим вот эту штуку, допустим, вот сюда. Ставим ее вот сюда. Ничего не происходит. А когда ставим сюда. Или вот сюда. Вообще ничего не происходит. Ставим вот эту. Так же. Потом мы ставим ноль. Которая не прибавляет ничего. Но теперь мы ставим... Допустим, если мы ставим сюда. Один. А вот сюда ноль. То он усиливает абсолютно на все. Так шесть будет. Так четыре. Допустим, если мы ставим шесть. А потом ставим вот сюда. То он на все ослабевает. Только на... Вообще на все. А нам надо на несколько. Допустим, вот сюда. Четыре. Ух ты ж, блин. Какая заморочка. Что если поставить вот сюда? Пять. А, вот же. Блин. Погодите. Что если мы поставим сюда? Оборвем. Вот. Все, я решил. Отлично. Это было посложнее. По замороченней прям. Итак. Что у нас тут? Что у нас? Все. Надо сражаться. Ага. Ага. Что это было? Мы... Я плавильщица. Мне посылают сырье. Что я... Ну, ты сам понимаешь. Выпустим. Что? Там кто-то внутри. Ни слова больше. Мы должны сразиться на картах. Вот сразу конкретно. Без долгих диалогов. Хорошо. Замыкается. И в конце хода владельца на каждой пустой ячейке внутри электрической цепи, которую замыкает промп-проводник, появляется попрыгунчик. А попрыгунчик это... А, он не коцает. Но только потому, что... Блин. Сеть-то замкнется. Значит, он будет коцать. Окей. У нас, к сожалению, нет возможности бога-богомола поставить. Но мы можем поставить вот это вот. Когда сторожевой дрон наносит одну единицу урода существу, занявшему ячейку напротив. Ага. Он просто наносит, и все. Давайте поставим вот сюда. Хорошо. Мы же не можем принести его. Мы можем принести его в жертву. Мы принесли его в жертву! А почему до этого нельзя было? Окей. Так, хорошо. Смотрите. Раз-раз-раз. И бога-богомолов ему кранты, короче. Блин. Нет, ему не кранты. Нет, ему кранты. Ааа, нет. Итак. Значит, смотрите. Мы можем воспользоваться вот им. Прекрасно. Смерть. Цепь разомкнули. Что у нас есть? Теперь вот этот у нас есть. Мы можем задействовать одну единицу. Жребий. Четыре! Ну, давайте. Фигачим. Итак, у нас есть кости. Мы можем... Давайте вот сюда, что ли, поставим. Итак. Ладно, в принципе, просто смерть. Мы победили так легко. У нас хорошая карта. Очень хорошая. Помогайте! Сражение было великолепным. Итак, теперь, когда с этим покончено, что ты хотел мне сказать? Босс требует более качественных ботов. Видишь ли, я плавлю металл, но я не могу перепрограммировать штамп машину. Я знаю, где можно найти одного бота для сканирования. Ха-ха-ха. А, да! Запос! Все, они все жертвуют собой. Смотрите. Мы еще раз должны решить загадку. Минус пять. Как это минус пять? Что, если мы сделаем так? Так. Хрень. Минус четыре. А, погодите, нам нужно сколько? Нам нужно три. Сейчас минус четыре. Хм. Так, возвращаем обратно. Думаем. Раз. Два. Раз. Два. Не, погодите. Три. Погодите. Здесь ток не проводит эта штука. А если мы сюда поставим? Ах. Немножечко. Три. Есть. А, нет, стоп. Вот сюда. Все, есть три. Мы сейчас что-то откроем здесь. Давайте, еще одна загадка такая же. И нам нужно пять набрать. Значит, смотрим вот так. Сейчас будет три, четыре, шесть. Попробуем поставить сюда. Пять. Три. Ах. Эх. Вот сюда. Пять. Как быстро решил. Вот. Вот это мы молодцы. Быстро идем. Итак, что у нас здесь? Мы прыгнули куда-то вниз. Стоило ли? Ух ты. Стоп. А, нет. Возвращаемся обратно. Что у нас тут? Я не вижу... А, вот бот работает здесь. О-о. Дружище. Я в курсе, зачем ты пожаловал. Хочешь, чтобы я лег на линию? Увы, приятель, ничем помочь не могу. Я выполняю особое распоряжение. Надо тут кое-что вычерпать. Но мы можем потягаться. Че скажешь? Победишь, и я тебе что-нибудь подкину. Но под пресс не лягу. Пост меня простит. Хорошо, сразимся. Это обязательно. Итак, у нас уже есть одна ячейка. Которую мы можем использовать. У нас один только скелет. Смотрите, что у нас будет сейчас. Так, возьмем. Оп. Раз. А, мы пока не можем. Ну, сможем потом. Скелет превращается в груду костей. Хотя нет, приятель. У меня не получается играть и работать параллельно. Я тебе вот что дам. Чего? На. Бери свой набор. Ой, блин, он крутой чувак. Это очень смешно. Бомба-бот. Хорошо. Напротив. Да, он повсюду. Подожди, когда погибает существо напротив, и соратники по сторонам получают 10 единиц урона. Нифига себе. Крутой. Давайте его поставим. А теперь катись. Мне работать надо. Ишь ты. Неужто это? О, Зочень обрадуется, когда это увидит. Хорошо. Еще больше карт. Их так много становится, что мне уже трудно. Они прям перенасыщают меня. Мошка-дрон. Мошка-дрон атакует противника напрямую, даже если напротив есть препятствие. Ну, это понятно. Потому... Блин. И так. Находится вы замкнутой электрической цепи. Ваша шкала энергии не истощается. Прекрасно. И это... Все. Мы это уже видели. О, Боже мой. Как много всего. Понятно. Ничего нового. Слушайте, кажется, мы здесь все. Стоп. А что это было сейчас? Что это вот такое? Вы видите? Какие-то знаки. Это какая-то глючная штука. Нам надо ее забрать. Иди ко мне, пожалуйста. Дайте мне возможность ее взять в руки. А, нет, я не могу ее взять. Сейчас. Вот она сейчас отсканирует ее. И мы получим карту какую-то, видимо. Или нет? Нет, все равно нет. Ладно. Пойдемте дальше. Опа! Здрасте. Итак. Хочешь что-то купить? У нас 10 их. Что мы можем купить? Примерный прыгун? Хороший. Очень хороший прыгун. Ну, давайте возьмем. Раз. Воу. Модуль Моксов. Пока модуль Моксов на доске. У его владельца есть зеленый, оранжевый и синий самоцветы. Давайте возьмем. И проводник энергии? Не знаю. Остальное, в принципе, все. Ну, только мясо бота, что ли, можно взять. Все. Пойдемте, надо было взять вот этот технический набор. А, нет, в жопу его. Так. Попробуем сразиться с горностаем. Для меня он горностай. Качество ботов не улучшилось. Но ты сразился со всеми моими подчиненными. Да, и еще и одолел их. Дай-ка я еще разгляну на твою колоду. Да ну. Ты победил их всех с вот этими картами? Ну, ладно. Возможно, я упустил из виду некоторые синергии. Ну, тогда приступим. Короче, горностай Босс в своем репертуаре. Он всегда говорил мне, не туда поставил, сюда не стоило. Блин, а что это происходит? Видишь эту конвейерную ленту? Такая же, как и у меня на фабрике. Проверим, насколько умело ты раскладываешь карты на столе. О, боже мой. Они будут двигаться. Это интересно. Но... Стремно. Этот будет усиливаться. К сожалению, мы не очень... Что такое это? Мошка-дрон? Давайте его поставим вот сюда. В принципе, больше мы ничего не можем сделать. Хоп, сразу отхватили. Ты понял принцип? Блин, я не подумал, что они будут тоже перемещаться. Тогда ходи. Ладно. Что мы сделаем сейчас? Мы не можем... Обида гребаная. Нам нужно убить вот этого. А с этим ничего не поделать. Мы его лишимся сейчас. Бьем. Раз, два. Блин, как плохо. Окей. По крайней мере, это теперь моя. Это же теперь мое. Это же мое. Так, когда на доске появляется миссис Бомба, все пустые ячейки заполняются бомбами. Погоди, то есть если я поставлю сейчас... Хорошо. И мы теперь друг друга атакуем. Ну, погодите. Я же могу принести их сейчас всех в жертву. Погодите. Это означает, что когда Боба-бот погибает, существо напротив и соратники по сторонам получают 10 единиц урона. Погодите. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Бам. А сейчас все сдохнут просто. Очень здорово. Мне понравилось. Так, теперь смотрите, что мы сделаем. Мы можем поставить... Нет, мы не можем ничего сделать пока на самом деле. Мы просираем. Вот что мы можем. Так, что мы, что мы, что мы? Давайте подумаем. Гадюка. Если мы поставим сейчас вот... Вот этот корабль мы можем у Раюли впендюрить. Точно. Раз. Прекрасно. Раз. Только сейчас он... Блин. Стоп, стоп, стоп. У меня еще один урон... Один урон есть, господи. Могу сообразить. Раз. Перевес. И сейчас... Мне жопа. Блин. Хорошо. Погодите. Рыба. Рыба. Гадюка. Ставим вот так. Убиваем у Раюли. Хорошо. Блин, как повезло. Так, гадюку убивают у нас. Теперь у нас есть еще... Во-первых, вот этот. Что он делает? Использует при нажатии отдайте единицу энергии и единицу... И навестите одну единицу урона существу, напротив которого находится плазма. Так. Типа, вот так мы делаем. И отдайте единицу энергии. Отдаю. Хорошо. Хоп. Сейчас мы будем... А, мы только существу напротив можем наносить урон. Понятно. Хорошо. Теперь мы можем... Рыбу поставить. Вот эту вот. Сюда. Ну! Не сюда! Ладно. Черт. Блин. Надо было не сюда ставить. Бог богомолу. Так, смотрите. Раз. И убиваем. Два. Да, 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 да. Так. Потом. Мы можем... Принести в жертву его. Так как он уже бесполезен нам. Да. Принесем. Поставим сюда кошку. Кошка у нас останется на долгое время. Поставим вот сюда богомола. Раз. Два. Ну, блин. Тоже хреновая идея на самом деле. Я не знаю, что я сделал. Зачем я это сделал? Ладно, не суть. Раз. Два. Плохо я сделал. Плохой Евгений. Так. В цепь замыкает. Вот это плохо, конечно, все сейчас происходит у нас. Так. Он сейчас будет на нашей стороне, поэтому... Что мы можем сделать сейчас? Вот так. Поставить козу. Козу. Она не умрет. Короче, пока что так. Не получим ни одного. Один урон получили. Хреново здесь. Я чувствую, что я хреново все делаю. Так. Смотрите. Вот это мы можем сделать. Очень неплохо. Сюда и сюда будет бить. Убьет богомола. И ударит по противнику. И вот этот ударит по противнику. Прекрасный расклад. А этот просто будет всасывать. Очень хорошо. Оленя можно пока не ставить на самом деле. Нет. Можно не ставить. Конечно же, нужно ставить. Что произошло? Я же вот сюда нажал. Или я не сюда нажал. Я не понял, когда я нажал. А, ему... Может быть, урона несли? Не знаю, короче. Так, убили. Клубок белок. Так, ну осталась последняя. А, нет. Все. Жопа. Делаем вот так. Победа! О! Сканер включен. Какую же карту отсканировать? О! Тут только один вариант. Далеко не лучшие параметры. Окей. Твой ход. Вы что, прикалываетесь? Вот что я получу. Значит... Блин, я даже не знаю, что ставить. Давайте поставим вот это. Сейчас они, на самом деле, перейдут ко мне потихонечку. Можно впендюрить белку. Ладно, нет. Давайте не будем пока ничего делать. Ставим. Раз. Все. Бомбобот взрывается. Оленю кранты. Всем кранты. О, нет. Что это? Ага, наносит существу, занявшему ячейку напротив. Урон. Пока нет смысла его ставить. Разве что только в жертву его принести. И пусть белок. Пусть она белок нам приносит. И ему тоже. Правильно же это... Я правильно сделал? Или она после хода что происходит? О, боже мой. Погодите. Раз. Азарт-бот. Блин, хрень. Еще раз. Шесть! Вот теперь мы побеждаем. Бам. Все, мы выиграли. Тебе просто повезло. Никакой скилл не важен, когда тебе фартит. Так и есть. Мы победили, блин! Кажись, ты победил. И ты решил, что сможешь сразить меня. Как будто у тебя есть выбор. Мы получаем с вами какую-то фигню. Ничего интересного. Все, все это у нас уже было. Хорошо. И следующее. О, боже. Так. Все. В принципе, предельно понятно. Низкий уровень заряда. Что? Мы снова возвращаемся в реальность того чувака. Того блогера. Или нет? Камворкс. Новый. Новый сейчас набор. Так, зарядка опять на 100%. Новый набор видосов сейчас будет. Надо бы уже отправить. Тем, кого это касается. Слишком формально. Здравствуйте. Восказательный знак. Меня зовут Люк Кардер. Я фанат ваших коллекционных игр. Если вы смотрели мой YouTube канал, то знаете, что я признателен... А, черт. Это значит, что я признателен вам за весь мерч, который вы мне когда-либо посылали. Именно поэтому я был удивлен, когда узнал, что существует цифровая версия игры Inscription. Мне кажется, что кто-то из моих фанатов решил пошутить и закопать копии игры в лесу недалеко от моего дома. Поискав в интернете, я не смог найти никаких записей об этой игре. Это какой-то хитроумный розыгрыш? Никаких упоминаний об этой игре. Это какой-то хитроумный розыгрыш? Или игра не похожа на проделки пранкеров? Похоже, ее разработали профессионалы. Я задачен, но в то же время рад такой находке. Буду благодарен за любую информацию, которую вы можете предоставить. Спасибо, канал Лаки Картер. Неплохо, неплохо. Хорошо. Это достаточно. Отправлено. Хорошо, следующее. Привет всем картежникам, с вами Лаки Картер. И это... Ну, это видео слегка необычное. Скорее, это вопрос моим зрителям. За эти годы я понял, что... Никто... Никто... Чего? Черт, назад. Никто не знает карточные игры лучше вас. Поэтому я надеюсь на вашу помощь. Он словно это я, который обращается к вам. Потому что вы всегда столько советов даете под этими видео. Как играть. Вы, очевидно, шарите. Кто-нибудь из вас играл в видеоигру по инскрипшн? Или хотя бы слышал о ней? Я о той винтажной игре, комплект которой я показал на прошлой неделе. Не знаю, могу ли я об этом говорить. Я не хочу неприятностей. По-моему, я нашел единственный экземпляр цифровой версии инскрипшн. Я записывал свое прохождение. И... Это странность. Погодите. Погодите. Он записывал прохождение. Вот то, что вы сейчас смотрите, это как будто бы его прохождение. Я тут даже ни при чем. Я не хочу показывать футажи, дабы не огрести проблем, но... Кто-нибудь может мне помочь? Скажите, что я не единственный, у кого есть эта игра. Я уже целую неделю... И не наш... Ищу целую неделю и не нашел в интернете ни слова о ней. Я написал издателям. Вдруг они откликнутся. Но у меня также есть прекрасные зрители. Которые могут мне помочь. Вот и все. Это все видео на сегодня, как обычно. Спасибо за просмотр. И... Да, кстати. Кто из вас, черт возьми... Что? Кто из вас, черт возьми, слышал о... 00001? Жутко. Жутко, блин. Мистер Картер, мы получили запрос. Относительно цифровой версии. Нашей интеллектуальной собственности. Искрипшн. Можем вас заверить в том, что... Такая видеоигра... Никогда не продавалась. Однако, если вам в руки попала собственность GameFuna... Вы обя... GameFuna. 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 Почему это мне знакомо? Вы обязаны вернуть ее нам согласно закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. Устройство будет считаться похищенным. Если вы не... Блин. Если вы не передадите его нам в разумные сроки, просим вас аккуратно упаковать устройство и напечатать на коробке прикрепленную транспортную этикетку. Посылку можно отправить в местном почтовом отделении. Нам необходимо... Нам бы не хотелось возбуждать судебный иск против вас, поэтому просим вас отправить нам устройство как можно скорее. С уважением, департамент счастья потребителей GameFuna. Это было в The Hex. Разве не... Это было в The Hex? Какого черта? Хреново, чувак. Так, ошибка. Кажется, эта женщина работает на GameFuna. Она стучала вчера. Но я не открыл дверь. На этот раз я все запишу. Добрый день! Дискету с игрой Inscription. Мне сказали, что вы нашли копию. Звучит знакомо. Нет, звучит знакомо? Нет, не слышал об этой игре. Вы сказали Inscription? Нет, я не слышал о такой. Серьезно? Просто вы написали нам на почту? Вы ведь Люк Кардер, верно? Ваша почта LuckyCarder.gmail? Да. Вообще-то это... Я Люк Кардер, но это не моя почта. Точно? Просто я в этом уверена, поскольку... Я увидел ваше видео, я ваша фанатка. А, спасибо, что смотрите. Кстати, а как вы узнали мой адрес? Мой начальник сообщил... А как вы открыли калитку? Она же заперта. Вот что, Люк. Я оставлю свою визитку. Если вспомните что-нибудь, свяжитесь со мной. Хорошо? Непременно. До свидания. Что здесь происходит? Я вообще не понимаю ничего. Что за... Хорошо, видим снова ошибка. Привет всем картежникам. С вами LuckyCarder, и это очередная распаковка. Сегодня я открою тайны легендарии. Надеюсь, мне попадется чудесный фойловый валамир. Виваламир. Валамир. Это точно из-за Хекс. Я помню, вот это главный злодей Валамир. Главный злодей всей игры. Он был такой пучок. Зеленый он был или фиолетовый, по-моему, был. Ну что ты? Что с тобой? Я так не могу. Вот чувак, блин, свою вселенную сделал. Выйти, да, выйти. Интрига настолько велика сейчас в моей голове. Надеюсь, и ваше тоже. Узнаем, что здесь вообще происходит в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, то поставьте лайк. Пишите ваши комментарии, пишите ваши советы. Только не спойлерите, пожалуйста. Уважайте мое прохождение. Потому что мне будет не так интересно проходить. Если вдруг случайно напарюсь на спойлер. И мне что, делать вид, что я такой не знаю ничего? И радоваться? Нет, не запарывайте. Прошу вас. Я буду аккуратно читать комментарии. Но буду читать. Всем спасибо еще раз. С вами был Южин. И всем пять!